Авианосец Формидебл Быстро и 17 августа 1939 года корабль был спущен на воду, перегнав тем самым по строительству социстершип Викториос, который был заложен раньше. Однако при спуске на воду произошел инцидент. Формидебл сорвался со стапелей. При этом происшествии погиб один человек и еще 20 было ранено. За это авианосец назвали кораблем, который сам себя спустил на воду. Формидебл вступил в строй 24 ноября 1940 года в разгар войны в Европе. Первой операцией корабля стал поиск немецкого карманного линкора «Адмирал Шеер», который 5 ноября атаковал конвой англичан. Однако противник не был обнаружен. 26 января 1941 года Формидебл в срочном порядке был переведен в Средиземное море, потому как его сестершип Эластриас получил сильные повреждения от немецкой авиации. Так что требовалась замена. По пути авиация с Формидебла потопила итальянский пароход в Монкальери. Однако два торпедоносца «Альбакор» были потеряны. 10 марта авианосец прибыл в Александрию и практически сразу же был привлечен для сопровождения конвоя на осажденный остров Мальта. 27 числа поступило сообщение об обнаружении крупного военно-морского соединения итальянцев, и Формидебл отправился на его перехват, что послужило началу битвы у мыса Матапан. В 11 часов по местному времени самолеты с Формидебла обнаружили корабли противника, и первой их целью стал итальянский линкор Витторио Венетто, который в составе эскадры преследовал английские крейсера. Все торпеды прошли мимо цели, однако они вынудили итальянцев прервать преследование. В 15-20 самолеты предприняли новую атаку, и в этот раз добились одного попадания в кормовую оконечность торпедой, и тем самым лишили Витторио Венетто хода. Хех, косплей Бисмарка, у меня такое чувство, что у британских торпедоносцев была установка хреначить по винтам. Однако ненадолго, и вскоре поврежденный линкор снова стал двигаться. Итальянцы стали отступать, однако британские пилоты с Формидебла, дождавшись наступления темноты, предприняли новую атаку в 19-20. Однако в этот раз они добились только одного торпедного попадания в тяжелый крейсер Пола, который также потерял ход, однако не смог уйти и стал для итальянского флота своеобразной ловушкой. Небольшое отступление. Дело в том, что итальянский флот посчитал, что оторвался от британцев и отправил два крейсера и четыре эсминца для того, чтобы прикрыть отход Полы. А англичане, естественно, преследовали, потому как хотели добить поврежденный Витторио Венетто. В 2032 англичане обнаружили на своих радарах поврежденную Полу, и посчитали, что это Витторио Венетто, который потерял ход. И отправили эсминцы его добить, однако из-за плохой связи эсминцы приказа не получили. И если бы они добили крейсер, то тогда отправленная к нему на помощь эскадра итальянцев наверняка бы это увидела и избежала бы боя. В 22.25 англичане на радаре уже обнаружили эскадру крейсеров-итальянцев. В это время с Полы выпустили красную ракету, и все внимание итальянской эскадры было обращено на нее. И они не подозревали о притаившемся противнике неподалеку. И через три минуты английские эсминцы зажгли прожекторы, что превратило итальянскую эскадру в мишени, потому как даже их орудия ГК были в походном режиме. И три британских линкора практически в упор расстреливали итальянские корабли. И как итог, смогли уйти только два эсминца. А Пола чуть позже была добита торпедами с эсминца Джервис. Возвращаемся к Формидеблу. На рассвете корабль отправил свои самолеты на разведку, но больше итальянских кораблей не обнаружил. Битва закончилась полной победой англичан, которые потеряли только один самолет. 29 апреля авианосец оказывал поддержку при эвакуации из Греции. 26 мая Формидебл предпринял рейд на остров Скарпанто, где уничтожил и повредил несколько самолетов противника. Однако по возвращению в Александрию корабль был поврежден двумя тысячекилограммовыми бомбами с немецких юнкерсов. Корабль получил серьезные повреждения и 24 июня Формидебл был отправлен в США на ремонт, где в это же время ремонтировался его сестершип Эластриес. В декабре ремонт был завершен и корабль отправился в Великобританию, однако произошел небольшой инцидент. В ночь с 15 на 16 декабря в корму Формидебла врезался Эластриес, поэтому пришлось провести новый ремонт в Белфасте, который завершился только 3 февраля. 24 марта 1942 года корабль был переведен в Индийский океан из-за возросшей активности японцев. 5 апреля японские авианосцы атаковали остров Цейлон, и корабль со своим сестершиплом Индомитеблом был отправлен на перехват. Однако противника так и не обнаружили, а после того, как японцы перехватили и потопили авианосец Гермес, было принято решение об отступлении, так как в составе японской эскадры было 6 авианосцев, а британцы со своими двумя уж никак не могли им противостоять. 30 октября корабль вновь вернулся в Средиземное море для прикрытия высадки в Северной Африке сил союзников. 17 ноября самолет с Формидебла потопил немецкую подлодку Ю-331. До июля 1943 года авианосец привлекался для прикрытия конвоев, а с 10 по 14 число обеспечил воздушное прикрытие десанта на Сицилию. В октябре корабль отозвали в Великобританию, где он прошел небольшую модернизацию. 22 августа 1944 года Формидебл был привлечен к очередному налету на немецкий линкор Тирпиц, который стоял в норвежских фьордах. Совместной атакой с другими авианосцами удалось добиться двух бомбовых попаданий по немецкому линкору, которые, однако, не нанесли ему особых повреждений. Война в европейских водах подходила к концу, и весной 1945 года Формидебл перевели в Тихий океан, где он тут же принял участие в битве за Окинаву. 4 мая авианосец подвергся атакам камикадзе. Один самолет врезался в кормовую часть палубы. Корабль был выведен из строя на 5 часов. 8 человек погибло, и еще 47 было ранено. Однако на следующий день корабль снова продолжил свои атаки по Окинаве. 9 мая Формидебл снова был поврежден камикадзе, однако бронепалуба выдержала. Погиб всего один человек. В июле корабль совместно с фотом США наносил удары по Токио, а в августе по Хоккайдо. После капитуляции Японии Формидебл использовался как транспорт для возвращения военнослужащих домой. В Великобританию корабль вернулся в феврале 1946 года. 26 июля его разоружили, а 12 мая 1953 года в Винверкитинге был разобран на металл. Ну что же, теперь настало время поговорить о игровой составляющей Формидебла. Данный корабль можно получить только с крафта ивента Imperial Tragicomedia, который проходит на данный момент. Формидебл обладает золотой уникальностью, и начать, я думаю, стоит с ее умений, потому как тут есть на что посмотреть. Как и всегда, разбор скиллов будет прокачан их до максимального 10 уровня, хотя у меня пока что они не максимизированы. Первое умение говорит о том, что пассивно Формидебл всегда будет увеличена характеристика авиации на 15%, а также, если вы экипируете на Формидебл торпедоносцы Альбакор, то их эффективность будет увеличена на 15%, а также при вызове авиации со стопроцентным шансом будет вызвано дополнительное звено Альбакоров, которые с 80% шансом нанесут затопление целям, по которым они попали торпедами на 9 секунд. Урон от затопления зависит от уровня скилла и характеристики авиации Формидебла, то есть чем выше характеристика, тем больше будет урона. Название умения переводится как «Крылья поддержки», и думаю, если вы посмотрите на дизайн корабля, то вам сразу же станет понятно, к чему отсылка. Второй скилл позволяет при вызове авиации с 80% шансом снизить скорость всех противников до нуля в течение полутора секунд, то есть просто их остановить. А после этого еще 2,5 секунды пораженные цели будут напирать свою максимальную скорость. И еще данный навык всегда срабатывает при первом вызове авиации Формидебла в бою. Перевод умения означает «Не двигайся на дюйм». Тут, скорее всего, отсылка либо к повреждению итальянского линкора Виторио Винетто, либо к рейсеру Поло, которых Формидебл лишал управления. И последнее, третье умение пассивно уменьшает получаемый урон Формидеблом на 8%, а также, когда она запускает авиацию, урон, получаемый другими кораблями вашей основной линии, то есть все, кроме Формидебла, уменьшится на 8% на 10 секунд. То есть все ваши линкоры, авианосцы и ремонтные корабли в основной линии с Формидеблом будут получать меньше урона от противника в течение 10 секунд. Название умения переводится как «Бронированный ангар». Тут отсылка к защищенности авианосцев типа Эластриес. Они зачастую получали очень сильные повреждения, но на дно не шли, как раз из-за своей бронепалубы. И они, естественно, были главной целью авиации противника, то есть они были как губки для впитывания урона и танковали за весь флот. Прежде чем перейти дальше, стоит рассказать о еще одной особенности Формидебла. Давайте я перейду во вкладку «Экипировки», и как мы видим, первый слот данного корабля позволяет разместить тут истребители. Однако давайте я пройду последний лимит брейк Формидебла и снова вернусь в меню «Гир». И опа! Здесь теперь можно разместить еще и бомбардировщики! Так что данный авианосец становится просто отламывателем лица с двумя торпедоносцами и бомбардировщиком. Раз уж мы здесь, давайте я предложу свой вариант экипировки. В первый слот, если еще истребитель, можно сделать выбор в соответствии с моим гайдом по палубной авиации. А вот если бомбардировщик, то тут, конечно же, хеллдайвер. А вот с торпедоносцами тут интересно. Как мы помним, первое умение работает на полную силу только тогда, когда есть альбакоры. И можно было бы разбавить, поставить, например, один альбакор и один барракуда. Но альбакоров разгоняется за счет скилла и эффективности, и поэтому имеет смысл сразу ставить в оба слота торпедоносца альбакор. Однако это пока не точно. Потому как для того, чтобы полностью работало первое умение, достаточно и одного альбакора. А они, кроме перезарядки, уступают во всем золотым барракудам. Так что тут надо тестировать. Данный торпедоносец можно получить с ивент магазина. Но только один. А если нужно еще, то уже придется фармить в виде чертежей в ивентовых локациях С3 и А3. В С3, кстати, можно получить и чертежи на золотые барракуды. Так что присмотритесь к фарму данной локации. Также альбакоры могут пригодиться таким авианосцам, как Юникорн, Сеха и, возможно, Центавр. Если вы хотите увеличить количество запусков авиации за бой, чтобы умения данных авианосцев срабатывали быстрее. Ну, а в слот из вспомогательного вооружения ставим две катапульты, потому как у нас одно из умений наносит больше урона при повышении характеристики авиации. И поэтому ее надо разгонять до максимума. Теперь давайте поговорим о характеристиках корабля. У меня формидебл пока не 120 уровня, конечно, но данные уже можно получить с Википедии. Данный корабль обладает очень сильными всеми показателями среди всех авианосцев. Кроме уклонения, оно одно из худших. Но не забываем, что формидебла тяжелая броня, и поэтому она может выдержать сильные повреждения. Улучшить формидебла может несколько кораблей. Во-первых, это, конечно же, флагман английского флота Queen Elizabeth. Во-вторых, можно вспомнить про крейсер Sirius, который улучшает авианосцы. Это я выделил наиболее знаковые корабли. А вообще, сам формидебл неплохой саппорт, особенно основной линии кораблей. Но если говорить о данной теме в реалиях игры, то можно сказать, что, несмотря на грозное лицо, она, как и все британки, жизнерадостна и любит чай с тортиком. Если послушать ее диалоги, то она постоянно что-то напивает. То есть, недовольства у нее на что-то явно нет. Из исторических отсылок можно выделить, что она очень жалеет о том, что сорвалась со стапелей, когда ее спускали на воду. А также говорит о том, что Тирпиц — это крепкий орешек. Также она может выдать уникальную фразу, если поставить ее со своими сестрами Иластриас и Викториас. Но там, как всегда, речь про чаепитие. В ивенте Imperial Tragicomedia она также появляется, где немного повоевала с итальянским флотом. А, и еще не называйте ее ни в коем случае неуклюжим авианосцем для своей же безопасности. Ну а на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и приходить на мои стримы, где мы с вами и увидимся. Всем спасибо за просмотр и удачных вам игр! Субтитры сделал DimaTorzok